Культурный проект «Дни России в Абхазии» продолжился серией мастер-классов в Государственном русском театре драмы. Выдающиеся театральные деятели России провели уроки по сценическому движению и речи, по актерскому мастерству и истории русского театра. Мне кажется, это очень важное, интересное мероприятие, которое поможет получить какие-то навыки, я думаю, новым нашим артистам. Вообще, вот такое творческое взаимодействие с российскими коллегами очень важно. Мы без взаимодействия с Россией в сфере культуры, безусловно, нам будет очень сложно развивать здесь особенно театральную культуру, потому что Россия – это великая театральная страна. И то, что у нас есть такие связи, контакты, и то, что в принципе вот такой проект «Дни духовной культуры России» в этом году, я надеюсь, в дальнейшем будет в Абхазии реализовываться, это очень хорошо и будет способствовать укреплению развития российско-абхазских отношений. Владимир Тыкки – советский и российский актер и режиссер, профессор Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств, главный режиссер театра «Балтийский дом». В советское время он много раз отдыхал в Абхазии и сейчас, спустя 25 лет, он снова вернулся сюда, но уже по работе. Легко и с юмором Владимир Тыкки рассказал о новейших тенденциях в театральном искусстве России и Европы, о выдающихся российских режиссерах и особенностях их постановок, а также о том, как меняется театр и зритель с течением времени. Владимир Тыккин – контакты, они что, обогащают новые связи, новые какие-то взаимодействия, впитывают в себя, что-то мы даем, что-то нам дают. Поэтому, мне кажется, это очень важно, особенно в той деятельности, которой занимается в Петербурге мой театр, театр-фестиваль «Балтийский дом». Мы же занимаемся большой театральной и фестивальной деятельностью. Это и Международный фестиваль «Балтийский дом», и Международный театральный фестиваль «Встреча в России», и Монокль, Международный театральный фестиваль и много других. Поэтому, думаю, что если мы приехали сюда не зря, и то, чем мы поделились с абхазцами, с руководителями театра и с актерами, членами коллектива, в данном случае этого театра, были еще и актеры из Абхазского театра драмы, я думаю, что это будет полезно. Думаю, в следующий раз вы приедете к нам. Приглашение принять участие в мастер-классах получили артисты всех трех столичных театров. По общему признанию, подобные мероприятия позитивно отражаются на игре актеров и репертуаре театра, расширяют кругозор и стирают границы между театральными традициями разных стран. Конечно, для человека, находящегося в практике, всегда что-то новое, оно никогда не помешает. И если это правда, ну, как бы приезжает человек, скажем так, с хорошим опытом работы, который может что-то новое принести, это для нас, конечно, всегда новый глоток воды, который всегда можно применить. В любом случае, она хоть показывает наше состояние, наше нынешнее. Мы видим, насколько мы отстаем или насколько мы идем в ногу с тем, что творится в театральной сфере. После экскурса в историю русского театра артисты и педагоги переместились в репетиционный зал. Здесь Калерия Алексеева и Дмитрий Кошмин провели мастер-классы по основным средствам выразительности актера – сценической речи и движению на сцене. Надежда Боровикова, Эдуард Таракелян, Абазатова.